А мы начинаем свой влог Мама опять не взяла стабилизатор Да, с видео жары Сегодня первый день и через полчаса у меня выступление Я не знаю даже где, вот главная сцена Вот, и сейчас, наверное, буду звонить, узнавать И я слегка начала переживать До этого я не нервничала, а сейчас слегка Очень художественная, очень креативная, ружная, давай, кто это? Она после три головы назад околмала Двое злые век украинцев И вызовем Раз, два, три, и все 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 Ну, известно, что никак Но так как я высыхаю, поэтому мы здесь Ника Напала на Мамплик Дема тоже У меня через полчаса уступление Я прикольную, потому что Промогу не надо плачать Делать вам все, что я не знаю, что я не знаю Очень много А я вообще не знаю Раз, два, три, и все Раз, два, три, и все Также Дема, а как ты так размазался? А? Вот скажи Дема, а как ты так размазался? Дема, а как ты так размазался? Дема говорит, давай я заведу, то есть ты заведи ему канал, а я буду его вести Я говорю, что ты там будешь делать? Ну, мы что-нибудь придумаем Дема будет играть Я говорю Почему бы нет? Ну, такое Не, ну, а что? Дети любят смотреть, как кто-то играет Так таких каналов миллион А вдруг наш чем-то выделится? Свой доброй Напишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы Ника снимала Они очень здорово получают смешные ролики Там, где она, ну, как бы Подозвучку Хороший телефон Это реально Огромная проблема в нашем обществе Знаете, эти нервные родители, которые держат руку ребенка, которые Встань нормально! Встань нормально! Я стоял, я стоял У меня сотрясение мозга, ты понимаешь это? Нервные мамушки говорят Позоришь меня! Позоришь! Как тебе можно опозорить? Тебя? Никто не знает, а? Еще места такие не самые престижные Магнит Как можно опозориться в магните? А? Ты зашел туда, что уже автоматически? Вы видите, вот, введение канала Давайте свои идеи, свои советы Я жду Наш трайв-запег продолжается В нашем железном ринге Сейчас, буквально через одну минуту Ровно через одну минуту Появится чемпион Украины Шоссей на кольцевых мото-гонках Александр Георгиев Субтитры создавал DimaTorzok Сама я не смогу этого сделать. Это надо искать ребят, которые бы помогли, то есть команду. И у меня есть даже автомобили, которые в Украине не так много. Я могу сделать обзоры. Я вот, в принципе, наверное, скоро сделаю с помощью ребят. Вот. У меня был опыт, был ролик рассказать, как надо ездить. Поэтому как бы меня это не касается. Но на своем канале, вот у меня девочки сейчас спрашивают, Аня, вот у меня есть машина, есть права, я боюсь ездить. И я снимала видео, как побороть страх, ну и так далее. И снимала в автомобиле. У меня на заднем сиденье был ребенок. И я 30 минут реально рассказывала, как. Почему снимала в автомобиле? Для того, чтобы они видели, что я спокойно за рулем, обращаю внимание на ребенка, слежу за дорогой, что это не страшно и так далее. То есть, как бы своим примером я показываю, что все реально. Может быть, все-таки у девушек собственный стереотип на этот счет есть? Может быть, на самом деле нет такой глобальной проблемы? Или... Есть, есть. Может быть, не знаю, проблема или не проблема, но есть. У меня сейчас очень много авторов, которые пишут про автомобильную тематику. И что интересно, вот, на сайте или в журнале, на сайте мы все имитировали. Просто один и тот же текст ты публикуешь от имени автор мужчины, и там, ну, нормально, комментариев несколько, все. Если мы пишем, что это написала девушка, то начинается. Хейт начинается. Такой хейт. Да, что за фигня сразу-то. Ну, это ненормально. Конечно, ненормально. Но есть, правда есть. Что мне понравилось? Я уже просто обошла, уже посмотрела. Там очень большой багажник. И плюс какой? Эта машина не шестиместная, а восьмиместная. То есть, для большой семьи, для компании, это вообще супер. Что мне еще понравилось, то, что большой экран. Вот. И кожаный салон. Когда у тебя дети, это очень важно, потому что они всегда все разливают. Ты протер, кушайте салон, и это классно. Что мне еще понравилось, сейчас скажу. Сразу чувствуется, где вообще артисты? Дети, семья, вот сразу видно. То, что на руле есть как бы управление. Можно не отвлекаться, да. Вот. Что еще? Сейчас. То, что если делаем, меня даже фотографировали тут. А, мне понравилась торпеда. Она как будто бы из дерева. Я не знаю, из дерева или нет. По-моему, нет, но под дерево. Это прикольно. Я визуал. Ну, как каждая девочка, надо, чтобы было красиво. Что мне еще понравилось, то, что это большая машина, но тут два литра. То есть, по факту, это экономично. Я люблю, тихо. Я не знаю. Но тоже. Я люблю, тихо. Не знаю. Я люблю, тихо. За сколько секунд ты собираешь? За долго? Не, ну серьезно, ты быстро его собираешь? Не так уж и быстро. Ну хорошо, за сколько? За минуты две. Две? Да. А я подумала, несколько секунд. Ой, да прям, знаешь, раскрутила бы солодок и собрала обратно. Нет, она быстро собирается. Мы сейчас в детской зоне. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, кто из вас был на видеожаре? Вообще. Кто посещал? Первый день, второй. Мой мальчик на троне. Ух ты, командыешь, да? Протарец. Протарец. Димит насильно нам сделал пикник. Он уже весь мокрый полностью. Вся футболка. В смысле? Пам, привет! Привет! Да, дай на секунду. Ух ты! Ух ты! Ух ты! КОЖЕТы Ну что, уставшие, но довольные, счастливые. Это реально очень-очень круто. Фух, я не каталась на экстремальном автомобиле, я побоялась, скажу честно, из-за чего, потому что они так сильно очень крутятся. Там здоровье все дела? Да, по здоровью мне нельзя так, ну прям, это прям как горки какие-то, не знаю. Вот, поэтому Никки я тоже побоялась, там с 14 лет можно, но с разрешения родителей. И там как бы с нами, ну как, с нами, с друзьями отдельно от нас был Никкин друг, поэтому мы отправили его дрейфовать. Говорит, что понравилось. Вот, потому что, ну честно, я не рискнула. Прикольно, смотреть прикольно, но вот так вот попробуется мой. Только я, когда за рулем, я могу, потому что, когда я на пассажирском сидении, я как бы, даже если профессионалы, в любом случае мне страшно, и я ищу педали газа и тормоза. Скорее всего, что тормоза, редко когда газа, хотя бывает. Когда у меня старший брат ездит, я всегда хочу нажать на газ, потому что он едет очень медленно. Ладно, это был первый день видео жары. Завтра мы тоже придем, только мы идем оставим у папы, потому что завтра выходной, и по воскресеньям Демидо забирает папу. Поэтому мы чуть-чуть отдохнем, и не сильно будем посещать детские зоны, да? Эй, вот что, мама, я хочу, я тоже там где-то. Хорошо, папа тебя привезет как раз, и я тебя тоже поразвлекаю. То есть не целый день, целый день мы будем с Нинькой, а потом папа тебя привезет, и мы тебя поразвлекаем. Договорились? Все, оставайтесь с нами, впереди второй день видео жары. А сейчас мы с вами пришли в зону лаунж, там, где отдыхают блогеры. Едят и, в общем, прячутся от подписчиков. Сейчас я вам сделаю такой краткий обзорчик, там же съемочки. Кстати, здесь они снимают разные, это коллаборации сразу же, потому что очень многие из других стран, и из-за этого, ну, это удобно, они уже приехали, поэтому они сразу коллаборируются, при этом договариваются. Прямо, все, урока идет, идет прямой эфир, я сижу, смотрю, такая, смотрю, о, я появилась в эфире, прикольно. Вот. Я такая лакмахая? Да. Кстати, здесь вкусно кормят, Эйр молодцы. Я попозже расскажу вообще-то их впечатления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, как дела? Хорошо, если нет, очки тебе. Хочешь наградик без восточек? Я возьму, спасибо. Иду искать Доминику. Локаций очень много, поэтому без телефона не обойтись, так просто не найти ее. На улице начался дождь. Я зашла в внутрь, и тут очень много других локаций. Оп! Очень много знакомых, подписчиков, которые подходят. И я не включаю камеру, а потом, когда уже отхожу, думаю, блин, почему я не включила камеру? Вот. Сейчас пойду в лаунж, потому что хочу выйти в прямой эфир, с вами пообщаться. И, может быть, даже закончится. Ника с друзьями пошла гулять где-то по видеожаре, ну, то есть по территории. И я решила ее не трогать, то есть оставить в покое, потому что обычно я говорю, Ника, схваткай меня. Ника, с ним не будем. Она бедненькая уже такая замученная моими просьбами. Все. Я в прямой эфир. Если вы не подписаны на инстаграм, подписывайтесь. И я думаю, может быть, стоит выходить в прямой эфир и в ютюбе. Напишите в комментариях, было бы вам интересно смотреть прямые эфиры в ютюбе. Может быть, даже на какую-то тему, чтобы не просто там ответ вопроса, а именно какую-то тему, и будем ее развивать. Вы будете задавать вопросы именно по этой теме. Ну, в общем, пишите в комментариях. Мы с Ника уже собрались ехать домой. Я думаю, надо выйти хотя бы на главную сцену. Да, потому что я, ну, я думаю, что в принципе показывать нет смысла, но... Что ж ты за блоггер, если ты даже на видеожаре не показала главную сцену, понимаешь? Поэтому как-то так. Я решила, я вам покажу хотя бы чуть-чуть. Кто был на видеожаре, обязательно пишите в комментариях, потому что интересно. Ну, я вижу, что тут очень много молодежи, очень много такого возраста, как Доминика. Да, тут 20, в основном, до 20 лет все возрастают, а самое, даже на где-то посидит до 18-19 где-то. Вот это прям самое, больше всех ухудов. Да, поэтому, в принципе, я понимаю, что здесь интересны именно подростки. Я Нике сейчас говорю, Ника, сними меня в полный рост. Это зачем? Я объясню, потому что у меня все время говорящая голова, то есть все время вот так. Не прикольно или прикольно? Как вам больше нравится? Ну, кому-то может нравится наблюдать твое красивое лицо. Ну, я люблю средний кадр или полный рост. Я просто люблю шмотки, поэтому я всегда смотрю, мама, шмот очень люблю. Ну, да. Что я еще хотела сказать. Мне очень понравилась организация. В этом году, в том году я не была, потому что я была на море. Вот, поза том, видя жара, проходила в павильоне на Левобережке. Мне не очень там понравилось, потому что... Тут гораздо круче. Да, потому что воздух, потому что локаций много, свежий воздух. Ну, очень реально круто, молодцы, что поменяли локацию. Но тогда было, по-моему, сколько, два года назад, да? Это был первый раз. И, как говорится... Первый блин комом. Ну, я не могу сказать, что комом. Там тоже было хорошо и тоже были классные моменты. Но, опять же, с каждым годом все лучше и лучше. И, Эйр, спасибо большое за такую организацию. Очень здорово, что вы соединяете блогеров с их подписчиками, устраиваете такие ивенты. Это вот вам прям отдельное спасибо. Мы будем стараться расти. Все, ребят, вот такой вот влог получился. Второй день видео жары подходит к концу. Если понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. И до новых видео. Пока-пока.